У меня только один вопрос. Зачем и нафига? Как? Зачем? Нафига вы это сделали? Ребят, проверка лайфхака. Я чувствую максимальную ответственность за то, что сейчас мы с вами будем проверять этот лайфхак. Фу. В теории, глубоко в теории, положив сюда попкорнинку, это может сделать бум. Что было в голове у человека, который придумал сварить пачку чипсов? Здравствуйте, дорогие друзья. Если честно, то я очень голодная. Ладно, есть чипсы перед тем, как снимать видео, это плохая идея. Видео с готовкой. Сейчас мы будем с вами проверять лайфхаки для самых голодных. Лайфхаки, которые по идее должны упрощать нам жизнь. Лайфхаки, которые должны делать мир чуточку лучше. И лайфхаки, которые должны получаться даже у самых криворуких и клешни-крабых. Если я была бы рыбой, я была бы акулой-полудурком. Акула-полудурок. Но, прежде чем мы начнем, так как я достаточно редко делаю проверку лайфхаков, связанных с едой, давайте наберем на этом видео, скажем, 40 тысяч пальцев вверх, если вы хотите, чтобы такие видео выходили чаще. Я обязательно прочекаю, и если лайков и активов будет много, то обязательно мы будем делать с вами проверки не только бьюти-лайфхаков, но также и лайфхаков, связанных с едой. У меня только один вопрос. Зачем и нафига? Как, зачем, нафига вы это сделали? Можно просто узнать, в какой момент моя жизнь тоже пойдет не в ту сторону, и я тоже буду сидеть с моими подругами выпрямлять волосы, а потом мы будем на той штуке, на которой мы выправляли волосы, делать себе еду. Можно попробовать сделать так бутер? То есть ты такая на полном серьезе сидишь с своей подружкой, смотришь телек, в этот момент, пока ты смотришь телек, ты делаешь себе укладку, выйдите в попкорн, попкорн заканчивается, какая драма, какая неистовость. И в этот момент вы решаете, решаете воспользоваться именно этим, плойкой. Я крайне сильно сомневаюсь, что даже в теории, глубоко в теории, положив сюда попкорнинку, это может сделать бум. Бум. Обычный день двух подруг, одна ест попкорн, другая выпрямляет волосы, чтобы было чем себя занять во воины просмотра сериала. И вот мы пришли к той ситуации, когда от попкорна уже абсолютно ничего не осталось. Осталась ли вот эта вот штука? В данной ситуации самым оправданным вариантом будет использовать плойку, раз подружка сидела и выправляла волосы. Что может быть бредовее этого, я не знаю, но наверняка что-то да может быть. Итак, дорогие друзья, у нас есть с одной стороны плойка, с другой стороны попкорненьки. Сейчас задача не убить плойку и создать попкорн. Еще я не очень понимаю, как это класть так, чтобы не сжечь себе нафиг руку. Блин, нет, наш... Это зерно. Блин! Так, у меня получилось. Зажимаю. Мы зажали. Нееет! К номер два. Почему мне кажется, что этот бред не сработает? Что было не так с человеком, когда он решил поместить на плойку для упрямления волос, блин, попкорновое зернышко? Та-та-та... 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 Оле? Да, здравствуйте. Да. Прямо сейчас я жарю попкорн в плойке. В плойке? Для упрямления волос. Я проверяю лайфхак и жарю попкорн в плойке для упрямления волос. Да, у меня такая же реакция. Прошло уже три минуты, он не пожарился. Какая вероятность, что он пожарится? Прошло суммарно шесть минут. Это развод, это развод. Я не знаю, кто это придумал, но так это не работает, ребята. Если вы вдруг захотите приготовить плойкой попкорн, просто не вздумайте этого делать. Это глупость какая-то. Я попрошу быть вас максимально серьезными, ведь сейчас то, что вы увидите, это очень важно. Неиронично важно. Не саркастически важно. Воистину, как же быть при условии, что если у тебя есть тарелка, и ты не хочешь ее пачкать? Как же съесть свою тарелку хлопьев, ты не хочешь по какой-то причине класть хлопья в тарелку? Сегодня я голодна как никогда, но как никогда сегодня, именно сегодня я не хочу использовать эту тарелку. Возможно, я буду использовать ее как головное украшение, но использовать ее по назначению и есть из нее хлопья сегодня мне абсолютно не хочется. О боже мой, что же мне делать? Как же мне поесть хлопья с молоком, не используя при этом тарелку? Может быть есть способ? Кто-нибудь подскажите мне способ? Я чувствую максимальную ответственность за то, что сейчас мы с вами будем проверять этот лайфхак, ведь возможно он изменит всю вашу жизнь и жизнь ваших тарелок. И возможно вам больше никогда не придется пользоваться посудой. Берем контейнер хлопьев, вырезаем дыру, заливаем это молоком, едим. Некоторые правила созданы для того, чтобы их нарушать, некоторые лайфхаки созданы для того, чтобы их повторять. И для повторения этого лайфхака нам понадобятся... И ножницы. У некоторых биологических особей так заложено, что у них есть два отверстия. Видимо к хлопьям лев, кстати говоря, это тоже относится. Поэтому сейчас мы должны с вами сделать здесь дырку, да не одну, а целых две. Начало положено. Турецкий гамбит. Посмотрите, как выглядит наша самодельная тарелка. Она выглядит просто потрясающе. Что? Замачивайся, бред! Ааа! Да как? Что пошло в моей жизни? В какой момент не так, что я ем хлопья из картонной коробки? Лион, лев, рррр! О нет, что же делать? Что же делать, если ты хотела сделать бутер с сыром, но у тебя закончился сыр. Но ты все еще хочешь бутер. Можно сделать его, например, с нутеллой, как офф-лайфхак. Но что, если мы сделаем не просто бутер с нутеллой, но сделаем вместе с вами жареный бутер с нутеллой? И сделаем его в форме... Это что? Пельменя, гёдзы, ньёка? Нет. Что это? Берем нутеллу, намазываем, складываем наш бутер пополам, делаем вот так вот вилочкой, закидываем в тостер, обжариваем и восхитительно великолепная шоколадно-хлебная смесь в рот. Этот лайфхак выглядит достаточно простым и, если честно, отбросит вообще весь сарказм, хотя в этом видео его уже никак не отбросить. Должно получиться достаточно вкусно. Давайте проверим. Хлеб. Два куска. Срезаем от каждого из них корочку. Лайфхак в лайфхаке. Если вы когда-нибудь будете делать этот лайфхак, ну или просто отрезать от хлеба корочку, не выкидывайте её, вы можете её вот так вот ещё порезать на квадратики и пожарить буквально несколько секунд на сковороде, и у вас будут клёвые сухарики, которые вы можете добавлять себе, например, в салат или в суп, ну короче, или просто съесть их. Нутелла. Тычить в эту штуку свои пальцы, это просто любимое. Наслаждение. Теперь на эти куски мы просто накладываем нутеллу. Сначала буду делать это пальцами, как будто леплю итальянский пельмень. Я, блин, забыла, как он называется. Потом прохожусь так же вьюкой. Остается только помолиться, чтобы этот недопельмен не развалил мне тостер. Сходу вижу, что хлебушек не прожарился, дадим ему ещё минуту. Вот, теперь поджарилось. Кажется, это выглядит вот так. В принципе, очень неплохо, достаточно аппетитно. Единственное, что эти штуки нифига не склеились, но, возможно, это в том дело, что у нас совершенно другой хлеб. Это очень вкусно. Просто безумно. Это гораздо вкуснее, чем выглядит на самом деле. Очень вкусная штука. Однозначно рекомендую. Ооо, они сидят, у них романтический завтрак. Они едят печеньки Орео. Все же любят печеньки Орео. А. А. Кстати, как вы едите печеньки Орео? Или вообще вы говорите печеньки Орео? Как вы говорите и как вы их едите? Кто-то ест печеньки Орео так. Кто-то ест печеньки Орео так. А кто-то не иронично ест печеньки Орео так. О нет, у меня проблема. Моя печенька Орео не помещается в мой стакан с молоком. О нет, моя рука не входит туда достаточно глубоко. Я никак не могу справиться с этим. У меня просто не получается. О нет, смотрите. Рука в ней заходит, а молока не хватает. Просто никаким образом не помещается туда печенька. Что же делать? Какой же лайфхак нас спасет в этот раз? Вы знаете, в самом начале видео я сказала, что лайфхаки должны быть для тех, кто очень криворук и клешнирук. Акула полудурок. Вот так вот, этот лайфхак могут повторить даже самые тупые. Ну вот типа не иронично, но это могут повторить все. Интересно, получится ли у меня? О нет! Да. Что ж, давайте проверим лайфхак с печеньками Орео. Ребят, проверка лайфхака. Продеваем вилку туда. Бам! У нас получилось печенье на палочке. Проверим этот лайфхак. Работает! Проверено! Лайфхак! Работает! Лежишь ты такая на диванчике, есть у тебя чипсончики. Думаешь, ты такая, блин, пульт от телека же так далеко, и поэтому я должна оставить мои чипсончики и зайти за пультом. В этот момент к тебе в комнату врывается твоя подружка и делает бум. Мнёт своей задницей эти чипсоны, и ты достаёшь их, и, о нет, твои прекрасные, божественные чипсы, они просто смялись. Что же делать? О нет, я же никогда не смогу есть чипсы, которые немножко смялись. Как же это так? Подружка, которая раздавила чипсы. Мне абсолютно ничего не остаётся, кроме как спасти ситуацию и пойти приготовить классное блюдо. И получаем пирожок! Что за хрень? Он ещё и сам разламывается. Ладно, это на самом деле, наверное, просто магия монтажа. Мы все умеем делать магию монтажа. Видите? На самом деле, это моя рука. Но теперь моя рука превращается в пакет. А это моя голова. И теперь моя голова превращается в пакет. Здесь у меня были щипцы, и щипцы также превращаются в пакет. Я не пакет. Никто, абсолютно никто. Я не пакет. Проверяем лайфхак с чипсами. Кстати, чипсы со вкусом чили и лайма мне очень понравились. Это прям реально топово. Конечно же, мы с вами сначала воссоздаём картины из жизни, чтобы наверняка проверить, работает этот лайфхак или нет. Вау, у меня есть щипцы. Они такие вкусные. Я буду их сейчас съесть и буду им наслаждаться. О, нет. Нет. Я не могу дотянуться до пульта. Она должна оставить здесь. Мой помолку чипцев, которые я идеально расслабляю прямо вот так вот и отойти за пультом. Всем привет. Я просто проходила мимо с очень дурацким выражением лица. Меня, кстати, вообще одно доставляет их мимика. Чипсы. Чипсы. Я подумала и решила, куда бы мне сесть. О, взяду прямо сюда. Вау, как хорошо мне сидиться. Пожалуй, превращаю свои задницы на этом непонятном бугре. Ха-ха. О, нет. Я же села на чипсы. Какой кошмар. О, нет. Они потрачены. Их больше никто никогда не сможет есть. А я переиграла, я знаю. В моей вселенной по степени действительно просто это выглядит все как-то так. Так как мы не можем с вами есть чипсы в нормальном состоянии вот в таком вот, если они немножко поломаны, это против всех правил. В Америке так не делают. В России, правда, делают не только так. Но это не важно. Трайм лайфхак. Берем наши раздолбанные задницы чипсы. Лучок красный. Перец какой? Красненький. Ножик какой? Остренький. Сырок какой? Разненький. Помидорчик какой? Неспеленький. Зелень какая? Мокренькая. Киса какая? Пафосно. Быть бомженькой не порог. Нарезаем овощи. Ну так, как сказано в видео. Мелко и красиво и красочно. Класс, перец оказался с прогнилью, поэтому перец я не использую. Надеюсь, от этого лайфхак не испоганится. Какого черта перец? Какого черта это был с прогнилью? Это нормально вообще? Тупица, а не перец. Ставим кипточек. Ставим в кастрюльку. Чайничек сгипел, заливаем водичку в кастрюльку. Я у мамы поварешка. Добавляем одно яйцо. Вот эту адскую смесь заворачиваем и смешиваем. Прям вот эту штуку отправляем в кастрюлю. Не знаю, что произойдет в кастрюле. Не спрашивайте я без понятия, сработает это вообще мракобесие или нет. Некоторые вопросы остаются без ответов. Некоторые ответы остаются с вопросами. Все, закипай. 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 Засекаем 10 минут. Сейчас 15.30. 15.40. Ровно сниму. Прошло 10 минут. Давайте глянем, что под чипсом. Блин, ну это даже близко не похоже на то, что у тех чуваков там это просто куски чипсов с сыром, которые... Просто с сыром. Вот мне кажется, что штука с чипсами это просто вброс какой-то и развод настоящий. Нет, на полном серьезе. Это хрень. Это хрень. Кто на это выдумался? Вот мне интересно, что было в голове у человека, который придумал сварить пачку чипсов. Ладно, дадим еще этому 10 минут. Ребят, суммарно уже прошло минут где-то 40, а тут даже больше. Мне кажется, это просто небезопасно есть, даже если это получится, потому что я не представляю вообще, что есть такое вареный в течение 40 минут пакет. Кстати, поразительно, что он не разложился. Ну и внутри все выглядит как-то, ну как-то так. Маленький шажок для человека и огромный шажок для развития деградации канала. Чего? Подождите, что? Что? Получилось! Это же похоже на ту самую колбасу, которая видел. Есть вещи, которые я не ожидала. Например, то, что эта сосиска получится, но она получилась. Я буду просто дико орать, если это окажется чем-то вкусным. И после этого видео люди начнут готовить эту фигню, и это будет наше национальное блюдо канала. Я ем, потому что я пытаюсь понять, насколько это надо сидеть, и это плохо. Это плохо. Очень плохо. Фу. Что ж, дорогие друзья, за время этого видео я могу сказать точно только то, что я хорошо так наелась. И я хочу сказать, что некоторые лайфхаки были действительно неплохими. Вопрос остается только открытым. Смогли ли они улучшить и упростить нашу жизнь или нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!